До трёх лет тюрьмы грозит участникам ноябрьских беспорядков в Брюсселе. Несколько молодых людей обвиняются в том, что они воспользовались протестами в корыстных целях. Какую тактику они использовали, расскажет Елена Абрамович. Она в Бельгии. Победа марокканцев в футбольном матче, встреча подростков с ютуб-блогером и демонстрация против рабства африканцев. Казалось бы, что тут общего? Ответ. Все эти события закончились погромами и агрессией в адрес полицейских. Тут, в Брюсселе, в ноябре. Полиция тогда арестовала десятки молодых людей. Теперь пришло время суда. Для троих участников беспорядков прокуроры запросили от двух до трёх лет тюрьмы. Одному вменяют, кроме бросания камней полицейских, грабёж машин. Второй, 18-летний, кроме прочего, поджёг фургон. А третьего засняли камеры наблюдения, когда он обворовывал ночной магазин. Пока хозяин прятался в маленькой боковой комнате, группа опустошила магазин. Это чётко подтверждают кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно узнать Мохаммеда. На этих фотографиях он в кроссовках, которые были найдены у него дома во время обыска. Провоцировать драки в местах скопления людей, а потом, на фоне беспорядков, грабить. Такой была основная тактика подозреваемых. 11 ноября, после матча, в котором победили марокканцы, из-за беспорядков пострадали 22 полицейских. 16-го опять был погром во время митинга. Задержали около сотни человек. А через неделю ситуация повторилась. Городские власти решили усилить присутствие полиции. Военные и полиция на улицах города после терактов в аэропорту и метро. В марте 2016-го уже привычная картина. Но ситуация налаживается. Отельный бизнес отчитался о росте загруженности за последний год. А министр внутренних дел на днях заявил. В ближайшие месяцы уровень террористической угрозы в Брюсселе надеется снизить. С четвертого, самого высокого уровня, до второго. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.